В Кировской области ищут следы сибирской язвы. В республике Татарстан накануне был подтвержден факт обнаружения возбудителя сибирской язвы у коровы из частного подворья. Сегодня руководство Кировского ветнадзора сообщило последние данные по ситуации в нашем регионе. Первая информация о заражении человека сибирской язвой в республике Татарстан поступила кировским ветеринарам 4 августа. Заразился местный житель, который решил самостоятельно забить больную корову. Позже, 6 августа, анализ проб туши животного показал наличие возбудителя сибирской язвы. При получении информации нами же сразу оперативно были предприняты все меры по недопущению заноса и распространения на территории Кировской области. И учитывая факт реализации, со слов опять же говорим владельца этого вынужденного убитого животного, факт реализации шкуры одному из предпринимателей, осуществляющих закуп вот этого сырья на территории Вятскополянского района, нами была согласована внеплановая проверка. Документов, подтверждающих факт продажи шкуры убитого животного, предпринимателю Вятскополянского района в ходе проверки так и не нашли. От всех шкур, находящихся на складе на момент проверки, отобрали пробы. Всего более тысячи. На сегодняшний день проверено 900, результаты пока отрицательные. По мнению специалистов, риск распространения болезни через шкуры инфицированных животных очень велик. Склад со шкурами в Вятскополянском районе находится под охраной полиции. На случай обнаружения возбудителя сибирской язвы уже подготовлен проект плана ликвидации очага заболевания. Если все результаты исследований будут отрицательными, ветеринары намерены обратиться в следственные органы для установления местонахождения шкуры убитого инфицированного животного. Сокрытие такого сырья карается уголовным кодексом. Кирилл Сосолятин, Максим Козлов, Вести, Кировская область.